В данном уроке экспорт из кетчапа, но обо всём поподробнее. Всем привет, с вами Джонни Кикс. Перед нами окно программы с подготовленным объектом. Готовые сцены с анимацией. Осталось экспортировать готовые сцены. Сделать это просто. Файл, экспорт. А далее на выбор предоставляются 3D модель, 2D графика и анимация. Анимация в свою очередь делится на видео и набор изображений. Здесь стоит уделить внимание различия между скетчап мейк и скетчап про. Если коротко, то в версии мейк экспорт сильно урезан. Нет таких распространённых форматов, как PDF, DXF, DGG и 3DS, что делает невозможным переброс файлов в другие программы для доработки. В данном уроке используется версия про. Но продолжим. Интересует раздел анимация. Видео или набор изображений, смотря что вам нужно. Набор изображений. В окне будут доступны форматы JPG, PNG, TIF и BMP. Слева от экспорта есть кнопка параметры, при нажатии на которую появляется окно параметры экспорта анимации. Из параметров активно только разрешение, но следует значение выбрать настроить, станет активным соотношение сторон. При настройке соотношения сторон будет активным размер кадра. Проверить результат можно, нажав размер кадра в просмотре. Кроме регулирования частоты кадров, можно увеличить длительность видео в два раза, поставив галочку «Вернуться к начальной сцене». Будьте внимательны, если не хотите лишних кадров и больше затраченного времени на экспорт. При запутывании в настройках всегда можно вернуться назад, с помощью «Восстановить значение по умолчанию». И чтобы урок не уходил через теорию примера изображений. Общее сравнение. Видео. Четыре доступных формата. AVI, WIVM, OGV и MP4. Параметры схожи с параметрами изображений. Отличие только в пункте «Визуализация со сглаживанием». Примеры студии. Сравнение. А теперь примеры видео с разными форматами. А теперь сравнение. Что ж, надеюсь, это поможет вам сделать качественный экспорт. А на этом всё. Понравилось видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание. И до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok